Дорогие коллеги и посоветы, прошу извинения за то, что мне пришлось изменить тему доклада. Вышла некоторая неувязка, она сразу не появилась в программе. Я сегодня хочу рассказать о таком недавно мною выявленном в индийском эпосе Мативе, который, с одной стороны, является очень древним и, видимо, восходит в такой индоевропейской, про общей индоевропейской поэтической традиции, а, с другой стороны, имеет вариант, по крайней мере, в одной кавказской традиции, а именно в Осетинской Мертиаде. Не знаю, может быть, еще где-то и где-нибудь на Кавказе он есть, но это было бы очень интересно узнать. Ну, начиная с Махабхара своей. В первой книге эпопеи один из героев, братьев Пандовов, бросается на колесницы в погоню за разбойниками, которые угнали стадо коров у жреца Брахмана. Он их настигает, побеждает, возвращает стадо владельцу, а потом, как сказано, «Испив славу», вот это вот Яшах Питва, «Испив славу» возвращается в свой город. Это выражение, «Испив славу», переводчики понимают обычно, как и насказание. И каждый пытается по-своему его объяснить, раскрыть. Вот, например, один переводчик, индийский переводчик на английский, Гангули, передавал это, как стяжав великую славу. Владимир Иванович Кальянов, который, в общем, вслед за ним тоже перевел, снискал великую славу. Переводчик на английский, Иван Беттенен, передал это, как вот «drinking his price», то есть буквально упиваясь его словословиями в свой адрес, его хвалой. Ну и, значит, на французский это перевели, как этот вот герой возрадовался этому славному подвигу, своему собственному подвигу. Все эти переводы, в общем-то, нелогичны. Никто не высказал даже предположения о том, что это испитие славы могло обозначать питье, как обрядовое действие, утверждающее славу победителя. Я постараюсь показать, что, скорее всего, так оно и было. Кроме этого места в Махабхарате, удалось пока найти лишь несколько контекстов более поздней поэзии Кавья, уже такой авторской, где эта тема испития славы обыгрывается и подвергается переосмыслению. Например, вот в поэме Ашвагоши Саундерананда о Шудгодане, отце Будды, сказано, о царе Шудгодане, сказано, что он пил сому, испевал сому, как велит долг, и сому, и славу. Ну, то есть он пил сому, как заказчик ведийских обрядов, жертвователь ему полагалось, а славу он пил, как победоносный царь. В другой знаменитой поэме Рангуванша Каледасы об одном царе сказано, что он был бездетен и, значит, вымолил у чудесной коровы, мудреца Васиштхи, у коровы Нандини, помощь в обретении сына. Сказано, что соизволение Васиштхи выпил молоко Нандини, подобное его светлой славе. Еще в одном месте той же самой поэмы царевич, чтобы дать сигнал войскам, приложил раковину к губам и затрубил в нее, словно пил из нее свою собственными руками добытую воплощенную славу. Ну и, наконец, еще одно место есть у Каледаса в этой поэме, где он своеобразно поясняет это выражение. После победы героя над противником, его воины, устроив там себе корчму, пили кубками из листьев Бетеля пальмовое вино и славу врагов, или славу своих врагов. Ну, это все-таки противоречит большинству контекстов, где герой всегда пьет свою собственную славу. Мне кажется вероятным, что питье славы изначально было не иносказанием, а отсылкой к реальному обрядовому действию, когда победитель действительно пил что-то из кубка. Это можно подтвердить еще несколькими примерами из Махабхараты, в которых фигурирует такой предмет, как кубок героя или кубок победителя, игравший важную роль в некоторых обрядах. И прежде всего это обряд Своямбара, это буквально собственный выбор невестой мужа из числа претендентов, которые участвуют в состязании. На Своямбару царевне Драупаде, это главная героиня, можно сказать, Эпаса, собрались многие цари и знатные воины, и перед ними торжественно является невеста. Но приведу это место в своем переводе, потому что все другие переводы в том или ином отношении неверны. При этом прекрасном собрании на 16-й день лунного календаря Драупаде, совершив перед этим омовение, нарядившись во всех своих украшениях, взяла в руки кубок героя, в скобках я пишу из белой бронзы, изукрашенный золотом или позолоченный, украшенный, и сошла, спустилась на арену. Так вот, это место, оно просто является камнем преткновения для большинства переписчиков этого эпоса, комментаторов средневековых этого эпоса, для переводчиков тоже. Потому что вместо этого Вера Кансием упадая, вот это вот значит, собственно говоря, Вера, герой, Кансием, это вот кубок этот, и взяв в руки этот кубок героя, значит, в очень распространенной версии северной рецензии вместо этого Вера Кансием, там написано малым часом упадая, то есть и взяв венок или гирлянду цветочную. Дело в том, что, по-видимому, уже в период формирования текста Махам Хараты, а уж не говоря о комментаторах потом, они просто не знали и не помнили, что когда-то был такой обычай, что невеста выносила, выходила с кубком героя и, так сказать, этот кубок вручала потом победителю или своему избраннику. Давно уже у них восторжествовал другой вариант обычая этого при своем выборе мужа. Она одевала избраннику своему на шею венок или цветочную гирлянду. Поэтому вот этот вариант, то есть это выражение все время в рукописях встречается с искажениями. Значит, здесь уже вот это гирлянда цветочная вместо кубка. Здесь вот это южная эцензия. То есть страдж это опять венок или гирлянда это опять же взяв гирлянду. Ну, а вераком я не буду комментировать, потому что это просто ну, такое явно искусственное натянутое нелепое довольно в этом контексте выражение. И другого рода всякие искажения этой фразы встречаются. А в некоторых версиях и рукописях это вот Вира, герой, просто отделяют от этого кансья и получается это как отдельное слово это уже выглядит обращением в взывательном падеже от сказителя так сказать к слушателю о герой. Получается, что вот составители критического издания откуда этот текст они по счастью сохранили это слово Вира Кансия кубок героя опираясь на надежные и старые рукописи. Поликлористы хорошо знают, что если в эпическом тексте встречается некоторая неясность, нелогичность смущающая самих сказителей, то значит перед нами какой-то архаический след. Значит эпос здесь отдает дань традиции уже забытой и преодоленной. Похоже, что вот понятие Вира Кансия является осколком такой древней обрядовой реальности, которая уже в период формирования Махабхараты начала забываться. Чтобы сэкономить время, я не буду здесь сильно задерживаться на вопросе. Скажу просто о том, что такое Кансия. Вот это слово, которое обозначает этот кубок героя. Оно образовано от глагола КАМС, КАМСАТЭ, сиять, блестеть, сверкать. И действительно это идеально подходит к предмету, который это обозначает. Потому что Кансия это в первую очередь высоковлавянистая бронза, это металл особый, это сплав олова, то есть сплав меди и олова, где олова составляет 20-25 процентов. Поэтому это металл светлый, он похож на серебро и даже его путают с серебром археологи иногда. Этим термином мог определяться и предмет сам изготовленный из этой белой бронзы или это колокольный металл еще называют. Например, это кубок, чаша, музыкальный инструмент или зеркало. Но в эпосе обычно КАМСия это несомненно кубок. И так это и понимают исследователи, которые работают с текстом критического издания, современные исследователи. Они переводят это к ВИРА КАМСия, как вот, например, Ван Бейтен напишет Champions Goblet, то есть кубок победителя, или там Hero Cup, то есть чаша героя. Вот. Ну, о том, почему этот предмет называют золотым, я не буду распространяться, просто у него либо его украшают по золотой, либо либо у него такой очень интересный отблеск золотой. И когда он хорошо отполирован, он играет золотом. Встречается ли еще где-нибудь в Махабхарате этот кубок героя? Встречается именно как элемент ритуала, воинского ритуала. Например, герой Карна перед выступлением на битву восклицает «Доставьте все необходимое для выступления на бой девушек и золоченый или золотистый этот кубок героя принесите венок или гирлянду и возложите мне на тело и пусть там загремят и пусть начнут бить в барабаны ради победы». Для какой же цели нужен этот кубок героя который перед битвой выносит возможно девушки. Это мы узнаем из эпизодов той же седьмой книги Махабхараты где другой герой выступает тоже на битву брахманы ему восклашают свои благословения и как сказано он взяв в руки этот кубок героя и испытав великую радость стал вдвое богаче ратным пылом и вспыхнул подобно пламени. тут опять появляются девушки они там его осыпают жареными зернами это тоже такой вариант благословения они надевают на него цветочные гирлянды по-видимому поскольку они появляются все время вместе с этим кубком они его собственно и выносят и возможно и победителю подносят тоже перед боем герой мог просто как цатики прикоснуться к кубку что как считалось вселяло в него необычную силу а после победы герой из того же кубка пил свою эту славу воплощет рассмотрев все эти контексты из Махабхарат и обратимся теперь к сравнительным материалам в таких еще традициях есть представление о кубке героя и о кубке победителя ну конечно в первую очередь приходит Наум Геродот да вот его известное известие о скифах о том что раз в год каждый правитель приготовлял в своем округе сосуд для смешения вина из него пили только те кто убил врага те же кому не добилось еще убить врага не могут пить вина из этого сосуда а должны сидеть в стороне как опозоренные напротив всем тем кто убил много врагов подносят по два кубка и те выпивают их разом ну и как известно Всеволод Миллер давно уже сопоставил этот скифский обычай с описаниями в Нардском в эпосе осетин чаши нартомонго или ватцемонго как он писал обычный мотив в эпосе тот что богатыри пируют и рассказывают свои похождения кто оказывается достойным богатырской чаши кустам того она чудесным образом поднимается сама как пример Миллер приводил известный эпизод где нарты пируют поддразнивают старого хамыца требуя чтобы он рассказал о своих подвигах а старику не о чем рассказывать и он молчит но на выручку приходит его сын батрас мистер мальчик Ярослав Владимирович да у вас две минуты времени остается постараюсь постараюсь короче говоря ладно про чашу нартомонго я думаю кавказоведы все прекрасно знают есть одна интересная параллель чаши нартомонго которая не привлекалась по-моему к сравнению она уже параллель ближе к Индии это у нуристанцев или кафиров убивший больше всех врагов получал титул Сунари Бахадур он мог сидеть на почетном сиденье и пить вино из серебряного кубка Ро а после его смерти в поминальных и похоронных обрядах фигурировало его грубое изображение всегда увенчанное тоже этим символом этим кубком символом героя победителя и надо сказать что предки всех этих носителей представления о кубке героя включая Индариев обитали когда-то в евразийской степи и не случайно на разбросанных по степи скифских памятниках мы видим непременный кубок или рог в руке героя теперь о параллелях тому же кубку героя в руках у Драупади на ее своямборе есть параллель идеально полная но вот Индологам она насколько я знаю неизвестна и до сих пор это греческие писатели Финей сообщает легенду которая заимствовала уборой древнего автора дочь скифского царя Амарта но я не буду говорить да не буду пересказывать значит суть просто дело в том что скифский царь устраивает своямбору так сказать для своей дочери созывает всю знать своего царства потом призывает дочь и говорит я оглянись вокруг смотри всех потом возьми золотую чашу наполни ее и дай кому хочешь его женой ты станешь то есть полностью воспроизводится то же самое что и в Махабхарде потом эту историю Афинея напоминает другую легенду которую он тоже тут же приводит и в ней речь идет о царе Массали а это вот очень интересно уже потому что Массали это Марсель нынешний то есть это кельты это галлы и там то же самое царь устраивает свадьбу дочери во время пира девушка должна выйти держа в руке кубок с вином и поднести кубок тому из собравшихся кого она выбирает мужья через эту легенду из Массали мы уже оказываемся в кельтском простите мире где находим массу подтверждений существования подобного обычая в Ирландии царь мыслился супругом богини своей страны причем знаком свершения такого сакрального брака служило как раз поднесение царю богини золотого кубка с хмельным медом или эллен ну к этому надо добавить еще что у ирландцев и вообще у кельтов в ритуале обычной свадьбы невеста подносила жениху чашу или кубок с хмельным напитком видимо по образцу свадьбы короля с богиней страны а поскольку как мы уже знаем подобные обычаи вот это своем расподношении кубка было у скифов по-видимому мы вправе предположить что за ним тоже стояло представление о браке царя с богиней и как изобразительную репрезентацию этого представления можно рассматривать сцену изображенную на знаменитых бляшках из чертомлыка где богиня выседает на троне а перед ней стоит персонаж пьющий что-то из кубка ну подведу теперь итог учитывая что мотив кубка победителя используемый в воинской или свадебной обрядности присутствует в кельтской индийской скифской и осетинской традициях можно полагать что он восходит к глубокой индоевропейской древности я буду рад и признателен если кто-то из кавказоведов укажет на существование хотя бы отголосков этого мотива кубка победителя в других кроме осетинских и кавказских традициях или наоборот подскажет об их отсутствии для меня это важно так как мне интересны каналы взаимодействия мифологических и эпических традиций индоевропейцев и Кавказа ну и наконец мне кажется что анализ этого мотива по данным Махабхараты может быть полезен для сравнительного эпосоведения в каждом эпосе есть то что мы называем темные места такие где различные рецензии версии рукописи книжного эпоса дают сплошные разночтения такие где противоречат друг другу интерпретации сказителей при устном исполнении если поработать над этими темными местами методом похожим на работу археолога снимая слой за слоем и используя сравнительный материал то можно выявить в той же Махабхарате такие мотивы и образы которые древнее самой Махабхараты то есть эти темные места могут стать для нас ну такими лучами освещающими глубочайшее прошлое эпического текста спасибо спасибо большое за внимание спасибо Ярослава Дымрович за субтитры